Добрый вечер! В эфире итоговый выпуск Вести Карачева-Черкесия. В этом году отремонтируют 22 км дорожного полотна и 4 моста. В том числе продолжается капитальный ремонт 12 км участка трассы на подъезде к Черкесску со стороны Невиномыска. Планируется расширение дороги до 4 полос, а также ремонт, пересечение и примыкание к автодороге. Объект планируется ввести в эксплуатацию в 26 году. Также в республике капитально ремонтируется мост через реку Дамбай-Ульген. Ширина моста 14 метров, проезжей части 7 метров. Глава Карачева-Черкесии поблагодарил руководство Минтранс России, Росавтодора, его территориального подразделения, поиска ФОЗ за поддержку и поэтапную реализацию важных проектов для республики. Перед нами стоят общие цели, качественные и в срок выполнить все работы, запланированные на текущий год, и уверенно приступить к реализации задач, поставленных президентом России Владимиром Путиным до 2030 года, отметил Рашид Темрезов. 102-й день рождения отметил ветеран Великой Отечественной войны Федор Владимирович Смородин из Зожжигуты. Именинника поздравили представители власти, казачества, ветеранской организации. Федор Владимирович в день своего рождения получил высшую государственную награду региона – Орден за заслуги перед Карачева-Черкесской республикой. Артур Мксе побывал в гостях у фронтовика. В свои 102 года он все так же бодр духом и является примером для окружающих, помнит многое из того, что довелось пережить, и готов рассказывать об этом заинтересованным слушателям. Когда немецу объявили война, нас, значит, все направили на перевал. На перевале я был до января месяца. И потом, значит, нас опять всех связистов направили в Сухоми. Боевой путь 19-летнего на тот момент уроженца у Зожжигуты Федора Смородина начался на Северном Кавказе, а завершился в 1945-м в Австрии, в Вене. Ветеран Великой Отечественной войны имеет несколько боевых наград. А накануне очередного дня рождения Рашид Темрезов присвоил ему высшую государственную награду региона. Орден за заслуги перед Карачаевой-Черкесской республикой и поздравления передал зампред правительства Евгений Гордиенко. Поздравили ветерана с днем рождения представители казачества, ветеранской организации, волонтеры и разумники. Мы много чего подчеркнули от него. Очень много у нас общего, много науки от него. Мы знаем большая, хорошая семья. Гордимся тем, что он у нас есть. Артур Мхцемиха Каракелян. Вести Карачаева-Черкесия. Ужигута. Сегодня высшую государственную награду Республики Орден за заслуги перед Карачаевой-Черкесией глава региона Рашид Темрезов вручил народному писателю Адыгеи, Кабардино-Балкарии, Карачаевой-Черкесии, герою труда России, члену Общественной палаты России Исхаку Шумафовичу Машбашу, за его личный вклад в развитие многонациональной российской литературы, сохранение родного языка и укрепление межрегионального сотрудничества. Его библиография насчитывает более 60 романов, прозаических и поэтических сборников, многие из которых переведены на различные языки мира. Исхак Шумафович – автор слов «Гимна Адыгеи». Весь его жизненный путь является примером созидания, преданности и искренней любви к своей родине и своему делу, отметил Рашид Темрезов и пожелал ему крепкого здоровья для реализации новых творческих проектов. Сейчас прогноз погоды от синоптиков, а после мы продолжим. В Карачаево-Черкесии местами кратковременные дожди гроза. В отдельных районах сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и сильным ветром 20-25 метров в секунду. Ветер западный 6-11 метров в секунду. Днем в горах порывы 12-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 12, плюс 17, в горах местами плюс 6, плюс 11. Днем плюс 19, плюс 24, в горах местами плюс 10, плюс 15 градусов. В северных и южных районах местами высокая пожароопасность. В Черкесии кратковременные дожди гроза. Ветер западный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 13, плюс 15. Днем плюс 21, плюс 23 градуса. Высокая пожароопасность. Продолжается работа по решению вопросов, поступивших президенту России Владимиру Путину в ходе прямого эфира. Из Карачева-Черкесии поступило более 5000 обращений. Народный фронт с первых дней взял на контроль решение этих вопросов. И сегодня на базе общественной палаты Карачева-Черкесии состоялось совещание с участием представителей Народного фронта, администрации главы, правительства республики и различных органов власти, на котором обсудили ход работы с обращениями, поступившими на горячую линию президента страны. Мадина Каракетова далее. Народный фронт взял на контроль решение вопросов, поступивших на прямую линию с Владимиром Путином. Из Карачева-Черкесии к президенту страны обратились 5444 человека. И все вопросы, на которые Путин не успел ответить, были направлены в регионы. И Народный фронт назначен контролирующим за исполнением этого задания. Совершенно разнообразные обращения на самом деле поступили от жителей Карачаева-Черкесии. И есть практически во всех направлениях жизни социальные вопросы достаточно много. Есть вопросы от участников СВО, которые требуют какого-то включения органов власти, помощи. Есть вопросы жилищного характера по молодой семье, по другим нашим программам. Есть вопросы традиционные, ЖКХ, здравоохранение. Ну, надо сказать, что по здравоохранению, если раньше мы понимали, что это в основном вопросы по ковиду, ноль вопросов по ковиду, понятно, что это уже не актуальный вопрос. Ну вот, а все, что касается новых территорий, все, что касается помощи людям, да, эти вопросы на острие. Участники совещания обсудили промежуточные итоги работы с обращениями. На сегодняшний день из них выполнено и закрыто 2898 обращений. В работе у различных органов власти, федеральных, республиканских, муниципальных 2546. Участники совещания отметили, что очень активно отработали по обращениям Социальный фонд России, Федеральная служба судебных приставов и медико-санитарная экспертиза практически на 100%. Очень большое внимание уделяет глава республик. Он очень часто проводит приемы по всем этим вопросам, поручения. Вот вы сами слышали, вот последнее послание главы, насколько подробно все было расписано именно по всем этим аспектам. Ну и вот прямой эфир президента России мы очень четко отработали с ОНФ. Уровень работы вы можете оценить тем, что мы вошли в пятерку лучших регионов, которые вот и по качеству, по скорости провели модерацию всех этих вопросов. Каждое обращение администрации главы Карачева Черкесии и Народный фронт изучают детально, после чего оно направляется в профильное ведомство или учреждение для его решения. Все обращения мы контролируем до их полного закрытия, рассказала вестям руководитель исполкома Народного фронта в Карачаево-Черкесии Людмила Капу Шибатак. Народным фронтом совместно с Межрегионгазом и Минпромом республики были отработаны 90% обращений, касающихся газоснабжения. И не только. Также вопросы, то, что касается особых вопросов на нашем контроле, это запуск ФАПа, фельдшерских и акушерских пунктов. Вот в Афроловском заработал он, хотя он был построен, но не как жители пожаловали, мы, естественно, обратились не только в Минздрав наш, но и в дирекцию Капстроя, и вот совместно с ними отработали этот вопрос. Есть такие более живые вопросы, когда, допустим, участник СВО не мог получить по каким-то бюрократическим причинам удостоверение ветерана. Тоже военкомат очень быстро включился в этот вопрос, и достаточно оперативно они все это отработали. То есть вот так вот работаем практически по каждому обращению. Большое количество обращений удается обработать при поддержке администрации главы и правительства республики. Народный фронт продолжает следить, чтобы ответственные органы выполняли поставленные президентом страны задачи в самые кратчайшие сроки, сказала Людмила Капушева. Но есть еще рабочие моменты и нюансы, на которые следует обратить самое пристальное внимание. Мы должны в этом направлении работать и больше, и лучше, подчеркнула заместитель руководителя администрации главы и правительства Карачаева-Черкесии Франческо Остежева. В ходе заседания ответственными лицами были определены приоритетные направления для более эффективного и оперативного решения поступивших обращений. Мадина Каракетова, Олег Молхожев, Вести Карачаева-Черкесия. В этом году объявленным в республике главой Карачаева-Черкесии Рашидом Тимрезовым годом молодежи руководитель региона в новой рубрике своего телеграм-канала будет рассказывать о талантливых, добрых, умных, активных и неравнодушных молодых земляках, которые наравне со старшими своим созидательным трудом и любовью к родине сделали и продолжают делать очень многое для социально-экономического и культурного развития. Среди них Альбина Качиева. Она всегда была в центре общественной жизни, со школьной скамьи участвовала в творческой и волонтерской деятельности, была президентом родной школы. Активная гражданская позиция только усилилась в студенческие годы. Кроме того, наша землячка с самого детства была натурой увлеченной искусством. Альбина интересовалась литературой, актерским мастерством и музыкой. Особая любовь у нее к кулинарии, которая и вдохновила Альбину реализовать проект о старинных рецептах «Аутентичная кухня народа в Карачаево-Черкесии». Проект получился ярким, красочным и вкусным. А главное, в своих телевизионных выпусках Альбина сумела показать, насколько разнообразна культура народов нашей республики, неотъемлемая часть которой – кухня. Несмотря на богатый трудовой путь от специалиста территориального подразделения Росстата до начальника пресс-службы СКГ, Альбина по-прежнему находит время силы и желание быть полезной для своей республики. За ее плечами немало социально значимых проектов и добровольческих инициатив. Рашид Темрезов выразил слова благодарности Альбине за ее творческую деятельность, большой вклад в развитие гражданского общества и неравнодушие к судьбе родной республики. Именно за чуткой, активной молодежью и будущее Карачаева-Черкесии и всей России, нашей великой державы, сказал он. У природы нет плохой погоды, если урожай свой страховать. В многофункциональном выставочном центре Минвод-Экспо провели круглый стол на тему агрострахования как механизм обеспечения финансовой стабильности АПК в условиях чрезвычайных климатических событий, как происходит выплата по страховым случаям и насколько важно вовремя предотвратителей снизить производственные риски, расскажет Майя Хамдохова. Один в поле не воин, а совместное решение финансовых и производственных задач – благодать. Масштабная выставка на открытом горизонте и под ясным небом. Презентации лучших современных отечественных агротехнологий с инновационными методами землепользования, ведением перспектив поделились представители Министерства сельского хозяйства Российской Федерации и сельскохозяйственных отраслей. Но природные катаклизмы никто не отменял. И на случай чрезвычайных ситуаций, таких как засуха или заморозки, предусмотрен механизм агрострахования. Об этом рассказала заместитель министра сельского хозяйства Елена Фастова. В программе страхования ЧИЭС почувствовали ту важность и необходимость, что все-таки выплаты продолжаются. И страховать – это один из механизмов защиты своих финансовых интересов. Участники круглого стола затронули важную тему по вопросу повышения качества страховой защиты и систему урегулирования убытков. Президент Национального союза агростраховщиков Корней Биждов отметил, что в текущем году программа страхования на случай чрезвычайных ситуаций доказала свою функциональность – возможность оперативного возмещения страховых выплат. После уборки урожая будут установлены какие-то реальные затраты. Соответственно, страховые компании будут выплачивать, если этот риск был включен в внутририсковую программу агрария. В связи с ущербом, нанесенными майскими заморозками, 10 регионов России объявили режим чрезвычайных ситуаций в период с 7 по 20 мая. А уже с 17 мая аграриями была перечислена первая страховая выплата. К 20 июня объем выплаченного страхового возмещения за уничтоженные заморозками сельхозкультуры составил 1 миллиард 12 миллионов рублей. Главное – это опыт. То есть, по нашей статистике, те, кто получил уже выплату, те, кто имеют этот опыт, они уже не уходят. Может быть, даже они и перейдут в другую компанию, но они останутся у страховых. Среди спикеров принимали участие и представители органов агропромышленного комплекса. В частности, замглавы Тамбовской области, министр сельского хозяйства Алена Сытова, которая отметила главные условия страховых выплат. Дополнительным мотивирующим фактором является установление прогрессирующих ставок на субсидирование. Так, к примеру, по несвязанной поддержке у нас ставка при условии страхования в 20 раз превышает ставку базовую при наличии договора страхования. На федеральном уровне такие стимулирующие, скажем так, моменты также установлены. Майя Хамдохова, Олег Молхожев, Вести, Карачаево, Черкесия. В Казани завершились международные соревнования стран БРИКС. В них приняли участие более 4,5 тысяч спортсменов из 86 стран в 27 видах спорта. Свой вклад в общую копилку медалей внесли и спортсмены из Карачаева, Черкесии. Так, Азамат Татаркулов и Арсен Мусалаев выступили на данных соревнованиях в составе сборной команды России и завоевали бронзовые медали Иргр БРИКС в борьбе на поясах. Ребят тренируют Дахир Лайпанов, Идрис Абзеев, Расул Чумаев, Марат Абитов и Азамат Охтов. Глава Карачаева-Черкесии поздравил спортсменов и их тренеров и пожелал дальнейших успехов. Это все вести на сегодня. Прямо сейчас смотрите продолжение сериала «За семью печатями». Всего доброго. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин